Когда выходит ясная луна из-за черных туч, даже самый маленький и невзрачный цветок может наслаждаться ее светом. А когда в ринге дело доходит до полного уничтожения соперника, только капля сочувствия, живущая в стальном сердце рефери, может это предотвратить. Но это не точно. Привет, ясноглазые ромашки! Вы на канале Муэтай Сикея, я Федорович. Покажу вам бои, в которых бойцы не хотели убивать своих оппонентов и умоляли рефери остановить бой. Но те были нерушимы, как Эверест. Бой по ММА между Де Сильвой в черных шортах и Ванури в белых, где главным героем оказался рефери. Бой был похож на то, как спокойная кобра загоняет в угол пушистого зайчика. Сильва в абсолютно спокойной и расслабленной манере выцеливал своего более низкого соперника и четким прямым-прямым послал того в нокаут. Но заркоглазому рефери так не показалось, ведь Ванури еще дышал, а значит бой можно продолжать. Он жестом подозвал Сильву и, как римский император на гладиаторских боях, показал палец вниз с криком «Эх, убивай!». После чего Сильва, уже празднующий победу и не понимающий, что происходит, как исправный солдат всадил ногой в голову ничего не понимающему противнику. Даже Соловей может разглядеть кабана в траве, а зоркий орел не видит бабочку у себя на клюве. Так и у нас произошло в этом невероятном поединке по ММА. Бойцу в черных шортах удалось пробить отличный хайкик, который чисто влетел в голову соперника. Даже очкастому ботанику на последнем ряду в зале стало понятно, что после такого удара боец уже в глубоком нокауте. Но рефери, который стоял в одном шаге, как фермер, выбирающий овечку на новогодний стол, смотрел на лежащего, ничего не понимающего бойца и даже не думал останавливать бой, а ждал и даже приглашал соперника добить слабака. Ведь выжить должен только один. В этом бою по ММА между Стэном в черных шортах и за карой в белых все получилось очень неоднозначно. Стэн доминировал весь поединок и выбрасывал отличные удары коленями и руками, что в принципе уже должно было насторожить рефери, который видит явное преимущество одного из соперников. Но каменное сердце, как у Белоснежки, не дает рефу проявлять эмоции. Он как суровый батя хочет, чтобы бойцы прошли через все круги ада и стали настоящими мужиками. Поэтому, когда Стэн зашел в доминирующую позицию и начал осыпать за кару ударами с локтя и кулаками, рефери вообще не понял, когда нужно бой остановить. Это сделал сам Стэн, который понял, что противник в отключке и даже сразу извинился за лишние удары, за что ему отдельный респект. Наша жизнь блестящая росинка в безбрежном океане, но все же ее хочется прожить подольше. Так думают все бойцы, которые выходят в ринг. Но не все рефери с этим согласны, как и в этом бою Ломбарда против Магни. В первом раунде Ломбард чуть не закончил поединок добиванием, но стальные нервы рефери не остановили бой, а только зародили огонь мести в душе Магни, который вырвался наружу во втором раунде. Заняв полный маунт, Магни начал убивать Ломбарда своим динамитом в кулаках. Но при этом, как настоящий воин, он не дал жажды мести захватить сознание и умоляюще смотрел на рефери, чтобы тот остановил бой. Но у гадюки холодное сердце, а рефери смотрел на это побоище, пока не пробил гонка завершений раунда. Но в третьем раунде все повторилось, и на этот раз бой все-таки остановили. С такой тоской, как птица из клетки глядит на полет мотылька, Макентайр смотрел в зал на пацанов с телочками, которые балдели от мероприятия с шампанским, а не выгребали эти тяжеленные удары от Казаги. Три раунда Мак испытывал самое большое избиение в своей жизни, которое за 20 секунд до конца третьего раунда увенчалось нокдауном, после чего Казаги сам не хотел добивать бедного соперника и, разводя руки, спросил у рефа, может хватит насиловать пацана. Но похоже рефери такой замес пришелся по душе, и он дотянул до конца раунда, дав потрепанному бойцу восстановиться. Но в четвертом уже все закончилось, еще десятком уже явно лишних ударов и так по плохо соображающему бойцу. Загадочный бой между Костой и Барбозой был довольно равным, но затем, как в схватке Питона и Анаконды, два бойца переплелись в партере. Более удачную позицию, в котором занял Барбоза, и заломав голову Костя, провел удушающий. Самое интересное было то, что Барбоза больше минуты объяснял рефери, что его придавленный противник не сопротивляется и, скорее всего, уже в отключке. Но рефери, как третейский судья в туалете с томиком 20-го партсъезда Компартии СССР, все смотрел и решал, смотрел и решал, смотрит ли Коста в будущее стеклянным взглядом, или у него просто повылазили глаза от удушения. Сильный сокол прячет когти, а сильный боец не убивает ради победы, поэтому Барбоза настойчиво убеждал рефери, что парень сейчас окочурится от удушения, и если не реф, то он сам его отпустит. Но до нашего вершителя судьи без жизни все-таки дошло. Этот бой между Лоузеном и Гоми, как свержение яркой звезды с черного неба, такой же быстрый и прекрасный. Сразу в начале первого раунда Лоузен перевел бой в партер, занял доминирующую позицию и парочкой черствых плюшек отправил Гоми на свидание к Будде, а затем, осознав, что тот в отключке, просто встал и ушел. Но вся смородина в том, что рефери бой не останавливал и не собирался этого делать. Он стал над поверженным бойцом и высматривал, сможет ли тот продолжать бой или нет. Даже сам Лоузен развернулся в недоумении с мыслями, неужели ему придется исполнить роль палача. Но до рефа дошло, что Гоми не в состоянии даже встать, не то что продолжать бой. Поэтому он замахал руками, делая вид, что спас бойца. Бой между Нельсонами Бигфута многие из вас наверняка видели. Все-таки рубка Бегемота и Гориллы не может никого оставить равнодушным. В одном из моментов Рою удается отличный правый апперкот, после которого Сильва падает на канвас, как подрубленный пьяным дровосеком тополь. Нельсон медленно начинает к нему идти, в надежде, что рефери его остановит и ему не придется добивать поверженного оппонента. Но реф молчал. Поэтому Рой сделал три сокрушительных удара, от которых Сильва уже практически не защищался. А затем остановился посмотреть на рефери. Со словами «Может, хватит». И великий черный судья сжалился, остановив бой. Эта заруба произошла между Тарвером в белых шортах и Харди в красных. «Сделай все, что можешь сам, а только потом надейся на судьбу. А в нашем случае на рефери», – подумал Тарвер, и с первых секунд боя начал осыпать Харди жесточайшими двойками. А учитывая, что он левша, мощным левым прямым в особенности. Складывалось впечатление, что Харди вообще не понимает, как защищаться от этой бомбардировки. А такая беспомощность привела к нокдауну. Рефери исправно отсчитывал, задавал вопросы, готов ли Харди продолжать. И тут, конечно, кивал головой, наверняка уже не понимая, о чем его спрашивают. Но затем все продолжалось снова. Все-таки колесо кармы могут поломать только златогривые пегасы. А простому бойцу это не дано. Тарвер уже сам чувствовал себя мясником, который никак не может добить бедного быка на скотобойне, а только раз за разом отбивает ему рога. Но его мольбы к рефу остановить эту мясорубку не давали результата. Зато после боя он высказал все, что хотел. Но толстокожему или дуболомбому рефери навряд ли что-то дошло. А это славный поединок между Пакьяо и Котто, в котором Пакмен блистал во всей красе, как крашеное яйцо на пасху. На протяжении всего боя Пакмен избивал Котто, у которого заплыло два глаза и на лице было кучу сечек. А это, между прочим, один из лучших боксеров своего времени. В середине одиннадцатого раунда Пакьяо остановился посреди ринга и взглянул на рефери. Мол, может хватит уже, у меня кулаки болят, а чувака уже бить некуда. Все в красно-синих цветах. Но реф был неприступен. Хотя в этой ситуации он все-таки был прав. Котто двигался и показывал желание боксировать. Хоть это походило на избиение в одну калитку. Но как только Паку в двенадцатом раунде удалась отличная комбинация, рефери проявил милосердие и сжалился над смелым и отчаянным Котто. Пишите в комментах, какого рефери вы бы вызвали на бой. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайки и делитесь видео с друзьями. А также подписывайтесь на мой второй канал Клон в описании, а то этот могут заблокировать. А если вы хотите начать тренировки даже в домашних условиях или усилить свои, забирайте бесплатные видеокурсы в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.